Люди начинают понимать, что игра не окончена. К примеру, я вчера специально, когда подводил итоги дня, отметил интервью президента Макрона. Беспрецедентное интервью. Когда президент Франции, президент страны постоянного членов Совета Безопасности ООН, президент ядерной державы, говорит три важные вещи. Уже не время для дипломатии. И слово уже очень жесткое. И является намеком Алиеву, что, парень, мы попытались с тобой говорить по-человечески, на дипломатическом языке, мирным способом. Ты этого не понял. Сейчас мы переходим к более жестким шагам. Второе, что он сказал, это то, что Франция категорически осуждает войну 2020 года. Категорически осуждать означает признать, что она была незаконной войной. Что это было агрессией. И не признавать результаты и последствия этой войны. То есть, если ты не признаешь результаты этой войны, следовательно, ты должен завтра-послезавтра восстановить довоенный статус-кво. И третье, очень важная вещь, которую сказал президент Макрон. Это то, что да, мирный договор должен быть заключен. Но он должен базироваться на международном праве. Международное право означает решение Лиги наций, а не советские карты, карты его генштаба, карты Путина и план Лаврова. Иными словами, это глобальное заявление, которое делает такое высокопоставленное лицо, как президент Франции. И этих заявлений достаточно, чтобы мы увидели, какая позиция у Запада сейчас, и какие шаги мы можем ожидать в будущем. И в плане устранения блокады, и в плане решения вопроса. За этим последовала новость о том, что 29 августа здесь будут мэр Парижа, госпожа Анн Идальго и мэр Страсбурга, который по происхождению армянка, кажется ее фамилией Барсириан. И они везут 10 грузовиков помощи. Затем последовала новость, которую опубликовала французская газета Le Figaro, что Франция готовится внести новую резолюцию. Уже сама Франция предлагает резолюцию для обсуждения Совета безопасности ООН относительно арцахского вопроса. Смотрите, я сказал три главные вещи. Все они три, не случайные. Это уже систематизированная, разработанная политика, которую Запад проводит посредством Франции. Вы думаете, и США выражает свое участие таким образом? Президент Макрон никогда бы не делал подобных стратегических заявлений о непризнании итогов войны, заключении мирного договора в соответствии с международным правом, если бы это не было согласовано со Штатами, уверяю вас. И следующая важная вещь. Мы услышали, что у США и Ирана есть тайные договоренности, что санкции против Ирана смягчаются, и Штаты разрешают, чтобы Иран продавал свою нефть Китаю, вытесняя российскую нефть. Мы ведь говорили, что налаживание отношений Ирана и США очень важно для нашего региона, чтобы Запад начал уже претворять жизнь в север-юг, в котором у нас есть важная роль. То есть это все те геополитические развития. К этому можем прибавить ожидающийся скоро перелом на Украинском фронте. Крушение фронта, смерть Пригожина, который говорит, что в российских элитах у этого будет продолжение, обязательно будет новый марш на Москву. На этот раз, дойдя до Кремля и с уничтожением Путина, вы сейчас не верите, потерпите, увидите. Это все те благоприятные для Армении объективные геополитические развития, о которых мы неоднократно говорили, приводили факты, я привел свежие факты. Когда все эти развития придут и пересекутся в какой-то точке, а при пересечении в точке мы получаем букву Х, будет момент Х, и тогда вы здесь увидите множество людей. Господин Гаспарян, Макрон этими заявлениями говорит, армянский народ, у вас нет властей. Фактически он говорит об этом. До Макрона об этом говорил бывший посол, господин Лакот. Если вы помните, он напрямую обратился к армянскому народу и сказал ему, верьте собственной силой. То есть, верьте своей силой. Между строк мы читаем. Он же это говорит на дипломатическом языке. Он ведь не может просто сказать, у вас нет властей. Ваши власти предатели. Но когда он говорит, поверь своей силой, он хочет сказать, у тебя нет властей. Поверь своей силой, выходи на улицу. Новоназначный посол тоже активен. И новоназначный посол уже ведет очень активные разговоры и работу. Мы опять-таки говорили, что Запад заходит сюда и играет активную роль. У нас уже есть сведения, что некоторые интересные вещи происходят в российском посольстве. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. В частности, параллельно начатый полюсом борьбы. Да, вчера произошло кое-что интересное. А конкретно что? Я забыл. Господин, господин, вы не забыли. Намекните немного. Вылетела из головы. Через несколько дней. Вспомню, скажу. Может, они уже уходят, а мы не знаем. Это вы сказали, не я. В этом контексте. Когда мы говорим, что Россия уйдет, что уже уходит, и на смену ей приходит Запад, мы не говорим это просто так. Мы говорим это, зная, имея и анализируя факты. И сейчас происходит прием-сдача Южного Кавказа. Кремль очень хотел, а также Никол Пашинян очень хотел и хочет, чтобы после ухода России Южный Кавказ был передан Турцией и оказался под ее влиянием. И Пашинян делал для этого все и продолжает делать. И своими визитами в Стамбул, поздравлениями Эрдогана и своей проводимой политикой. Забудьте о горе Арарат, пересмотрим герб и декларацию о независимости Армении и прочее. Но это невыгодно армянскому народу и Западу. И Запад, и армянский народ делали, делают и сделают все, чтобы после неизбежного ухода России вакуум был заполнен не Турцией, а Западом. И очень скоро мы это уже увидим, воочию. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...